Всем привет, с вами Лэб, и иногда бывает интересно заглянуть в прошлое. Например, ещё года два назад я и помыслить не мог, что буду делать видео на ютубе. Извините, очень сильно вжился в образ прежнего себя прямиком из 2016 года. Ностальгия, все дела, у каждого бывает. Но суть не в этом. Да, ещё два года назад я себе и представить не мог, что буду делать видео. Но, что я точно не мог представить никогда, то, что одно из них будет разоблачать Фримфлайт Тегерда. Мы уже смотрели видосы этого чувака, нам заказывали. Я, не, я типа, я не буду больше комментировать его произношение, потому что оно по-своему уникальное, действительно. Это, это, это пиздец. Да, да, но не спеши ставить дизлайк. Я сразу оговорюсь, в этом видео не будет бездумного хейта, чего-то там ещё плохого и даже матов. Обещаю. Всё будет максимально взвешено. Для начала я выскажу своё мнение о канале Фримфлайт Тегерд. Да, я смотрел цикл видео «Кошмары интернета». Да, мне он понравился, но кричать «Вау, вот этот контент» мне не хотелось. Посмотрел один раз вечерком, да и всё. Тем не менее, многих всё это зацепило, и в итоге Флин сейчас имеет то, что имеет. В свою же очередь, я не могу сказать чего-то плохого о его контенте. Он внятно говорит, умеет монтажить и порой даже затрагивает интересные темы. Но вся загвоздка заключается в его сущности. Так, сейчас, мне надо, короче, у двери включить свет. Потому что мне сейчас должны доставить жрат. Лживый. Но начну, как и полагается, с предыстории. Ведь все истории начинаются с предыстории, не так ли? Так вот, с самого начала моей деятельности ко мне было приковано самое пристальное внимание. В плохом смысле слова. Хотя, признаюсь, мне это помогло. Так вот, спустя несколько месяцев после создания канала, меня буквально попытались уничтожить. И основное давление шло, как бы это помягче сказать, со стороны ветеранов надсталкинга. Ой, что только они не делали. И пытались сдианонить, и подсылали своих людей, и даже обещали вычислить по IP, и приехать и... Обещают пристрелить, на бутылку посадить. Это цитата из песни, если что. ...обить лицо. Но, ожидаемо, у них ничего не получилось. Вообще, вся эта тема началась с этого видео, которое, если мне не изменяет память, вышло в декабре 2016 года. Там выступали против меня гости совершенно разной весовой категории. Начиная от чудаковатого шизика Рескара Вардена, и заканчивая тем самым, о боже мой, Флимфлайт Теккардом. Возможно, все они думали, что я являюсь его фанатом, и что после того, как он скажет свое веское, в кавычках, слово, я уйду с Ютуба. Ведь авторитет сказал, как я могу так жить? Ну, лисы, они вот такие странные. То есть, в чате пишут, что лисы пиздец странные. Лисы странные, потому что они отчасти ориентируются по своим этим вибрисам, да, то есть усам, как кошки. Но при этом они собачьи. Вот они к собачьим относятся, понятное дело. И поэтому у них такое нетипичное для собачьих поведение достаточно, потому что у них как бы мировосприятие совершенно другое. Вот, потому что, ну, как бы кошки, они долгое-долгое время, кошки, они долгое-долгое время эволюционировали, чтобы ориентироваться вот по тому, что они ощущают своими усами. Значит, собаки, они эволюционировали для другого, в основном они по запаху преимущественно ходят. То есть, не по тому, куда там ветер подул, как он там задел усы, там что еще происходит. Вот, поэтому они такие, они действительно довольно странные в плане поведения, но у них как бы появилось такое животное, значит, эволюционное, это проколо. Убьюсь и удалюсь с ютуба. Осуждаю. Так вот, пожалуйста, все запомните, у меня никогда не было авторитетов, я никогда никому не подчинялся. Я всегда слушал только свой внутренний голос, и, что немаловажно, я достигал своих целей. Ну ладно, никакой лишней демагогии, давайте глянем тот самый момент из этого видео с Флином. А, короче говоря, мой вердикт... Нет, Флинушка, когда тебя попросили что-то сказать плохое про человека, то это называется по-другому. Я обещал в этом видео без мата, поэтому я лучше промолчу. Но это точно не вердикт. Да. Чувак, это заранее подготовленное видео, ты вставляешь фрагмент речи другого чувака, и ты его стопаешь после одной нахуй секунды. Как давно ты делаешь видео в интернете? Вот что любопытно. Проверять я это не буду. Да. Окей, вся эта ситуация мне напоминает конфликт Абдуля и Блэксильвера Уфы. Мало кто знает, что Абдуль вообще не имел ничего против Уфы. Ну то есть да, они конфликтовали, но он не имел ничего против него. Но знаете, зачем он все это делал? Потому что ему так сказал Хованский. То есть да, Хованский натравил Абдуля на Уфу в обмен на пиар. Здесь похожий случай, только Флину не обещали ничего. Он просто, ну, шестерка. Есть такой тип людей, которые, ну, должны держаться в стае и выполнять команды. На большее они, в принципе, негодец. Ладно, смотрим дальше. По поводу канала, который мне скинули вебсикер. Да-да, я-да-я-да. А вообще, мне показалось, или я услышал нотки презрения в его голосе? И если так, то поистине забавно слышать такое от человека с ником Флинн Флай Теггард. Поясняю, Флинн Теггард так зовут главного героя Дум в книге одного писателя-фантаста. Неееееееее. А Флай его кличка. Так вот, человек, не способный придумать никнейм самостоятельно, осуждает человека, то бишь меня, который придумал имя себе сам. Кстати, а если бы у меня был ник, ну, скажем, Гордон Сайентист Фримен, вы бы оценили? Не, ну а чего, другим можно, а мне нельзя, что ли? Да, потому что Сайентист это, блять, прозвище Гордона Фримена. И вообще, все равно, что не по теме. Буду ходить в Дагнет под таким псевдонимом и точка. Ладно, идем дальше. В общем, поясняю. Да, почему же этот чувак не зашел другим, блять, над сталкером? Эээ, ума нахуй не приложу. О, принесли пожрать. Вышел в коридор, постоял и вернулся. Да, есть такое. Ам, дальше. Ну, то есть, самых банальных вещей, которые, в принципе, определяют ютубера как качественный контент, монтаж не какущий, ну, тут очевидно, то есть просто наборы картинок, то есть слайд-шоу, в качестве всего видеоряда, и на фоне постоянно стабильно висит вот эта вот унылая картинка с леса, которая вообще в каждом, наверное, в каждом видео покрепит пасть. Унылая, унылая. Да, то есть это ж не так, что он привел доводы, почему ему канал не нравится. Не-е-е, это, блять, стайный, нахуй, инстинкт. У меня тоже, видимо, стайный инстинкт, нахуй. Так-то у этого человека дикция идеальная, его пизда как приятно слушать. А я просто вот повелся, нахуй, на мнение толпы. Я почти уверен, что я, кстати, никого из вот этой компании охуительных русскоязычных надсталкеров, кроме Флинтлайт Агро-то, не знаю. Вообще, флинш, что значит слово унылый? Это не характеристика, как таковая? Нет, это не характеристика, нет, чувак. Слово унылый ни хуя не значит, да. Безусловно. Что значит, блять, слово унылый? Нахуй, что значит слово смешной? Это не характеристика, блять. Мясо, картошка, капуста. Да, капуста, по-моему, тушеная. Нормально, пожру, блять. Так. Это твое субъектное восприятие действительности, которое, подобно помоям, ты выливаешь на зрителя в этом видео. Вот гляди, какое дело. Мне, например, твой голос кажется унылым. Но, в отличие от тебя, я могу объяснить свою позицию. В твоем голосе отсутствуют эмоции, как таковые, и у тебя плохое, очень плохое оборудование, которое ты не удосуживаешься поменять. Что, в общем-то, показывает твое отношение к зрителю. Охуенно. Может же они будут комментировать, да, я тебе покушаю просто, а вы насладитесь, потому что... По-моему, показания этого чувака, они пиздаты просто сами по себе. Малюсенький спойлер. Он не считает, что это за человека вообще. Да, кстати, и прорез — это вранье полнейшее. Эта картинка подбиралась лично мной, и она не была заезженной. Пускай он даже не вред. То есть, когда показывается экран, там никаких ни фокусов, ничего. То есть, ну, как сказать... Фокусы, он это имеет в виду, объясняю, transition effects, то есть, переходы, так скажем. А не вставляю я их, хотя иногда вставляю, но ему-то откуда знать, он ведь видит мой канал впервые. Только за тем, потому что они выглядят дёшево, очень дёшево. Нет никаких крупных планов на какие-то, так сказать, интересные моменты. То есть, это просто какой-то летсплей по своему компьютеру. Интересная формулировка. Но самое забавное, что летсплей по своему компьютеру ещё никто не делал. И да, если уж быть точнее, то это летсплей по интернету, так скажем. Это и было идеей основной канала с самого начала. Конечно, она по ходу дела видоизменилась, но основная суть была такова. Ну, это понятно. Это к этому можно не особо приёбываться, если бы контент был интересным. Но контент на уровне... Опять вот этот серфинг в дипвебе... Постой, постой, а где был серфинг в русскоязычном сегменте ютуба до меня? А вот ответ, его не было. До того, как я создал канал, я искал подобный контент. Везде. И я его не нашёл. Но, возможно, вы подумаете, что сейчас он всё расскажет, докажет, что до меня там были сотни миллионов дипвеб-вотсплейщиков и всего такого. Но нет. Он этого не сделает, потому что у него нет, ну, ничего. Он просто так сидит и оплевает меня грязью. Причём, ничего такого сверх необычного нет. В основном, темы вроде вот смотрим. Скрытая в сети. Тихий дом. Да, блин, тихий дом. Да, кстати, запомните это видео, мы ещё к нему вернёмся. Или, что там, настоящие иллюминаты. Опять тихий дом. Опять Шей Сэйн Джон. То есть смесь крипипаст и совершенно банальных тем дипвеба. Шей Сэйн Джон — это не дипвеб. Начнём с этого. Но кажется, он даже не догадывается, что мой канал не только про голубинный интернет. Ну, бывает, бывает. Когда пытаешься подлезать кому-то задницу, неизбежные ляпы. Так везде. То есть то, что на миллионе других каналов... Ох, вот это абасрамс. Вбиваем в поиск Шей Сэйн Джон. Так, англоязычный, англоязычный, англоязычный канал ГАЗа и... Опа-на, мой канал. И моё видео. А где же остальные миллионы видео с российского сегмента Ютуба? А он не говорил, что их нет. И это при том, что то видео набрало немного просмотров. Так что это получается не полживый Флинн солгал? Нюша, будь здорова. Это моя кошка, если чё. Ну то есть на этом моменте уже всё понятно. Да, даже кошка, моя кошка, сзади чихнула, подтвердив мои слова. Но мы его всё-таки досмотрим, потому что, ну, как можно упускать такой-то момент? Окунуть самого Флинна в говнецо. В частности, которые спиздили и форматы, и у меня, и... Но это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Даже больше скажу, у большинства зрителей ты ассоциируешься с темой, что такое, то-то, то-то. Не то, чтобы это было что-то плохое, но вся эта чисто википедийная тема так же безлика, как и твой голос. Без обид. Не хочу показаться хвастуном, но у меня есть скрытые в сети. Подслушанно в дипвебе уникальнейшая вещь, которой не было нигде, есть, наконец, тёмная сторона ютуба. А что у тебя? Какой, так скажем, бренд создал ты? Кошмары интернета? Ну окей, поздравляю, догадался зачитывать крипипасты раз в несколько месяцев говённый микрофон. Да, кстати, хочется отдельно сказать про периодичность выхода видео. Очень надеюсь, что чуваку очень мало лет. В противном случае всё очень плохо. Видео. Ролики на канале FilmFightEggart выходят стабильно раз-два в месяц. И хочу заметить, такие сроки ничем не оправданы. Намешать видеофутажей и зачитать текст из блокнота, вот и готово новое видео Флина. В этом нет ничего сверхъестественного. Которые не спиздили формат. То есть, ну я не знаю, блядь, зайти на канал какого-нибудь Гробовщика, или ещё чего-нибудь такого, будет совершенно то же самое. То есть, абсолютно ни о чёмный канал. Такс, понятно. Он избрал тактику закапывания себя дальше. Но я в целом, не против. Десять ужастиков, снятых на основе Симпсонов. Десять ужасных образов, увиденных в облаках. Десять ужасных вещей, найденных внутри. Десять жутких историй воскрешения. Чего? Чтоб ты знал, в своей жизни на канале, я сделал только один топ. Поэтому твои слова и, соответственно, личность не стоят ни ломаного... И очень много ботовов. Може так сказать. Вернее, может быть он как бы и о чёмный, но... Аааааллилуйя, даже он понял, какую херню он несёт. Он, по сути, дублирует то, что существует и так, без него как бы никакой оригинальности. Ну ты конечно загнул. Не все мои темы на 100% уникальные, но большинство из них. Напомни-ка, кто впервые рассказал про Alt Suicide Holiday. Ну или про Иби. А ещё кто полностью перевёл все видео с канала 01A51CD0. Боже мой, я помню до сих пор это название. Да, многие могут написать, что уникальный контент, прям уникальнейший, ты начал делать позже все те же Alt Suicide Holiday, Иби и так далее. Но вот что я скажу. Путь к уникальному контенту лежит исключительно через уникальный контент. В один день ты просто не можешь начать делать уникальный контент, если ты до этого не делал уникальный контент. И вообще-то ты это должен знать. И у меня появились сомнения, а вообще ты ли делаешь видео на своём канале? Или же не ты? Кстати, очень интересный вопрос. И чё, блин? Сейчас я прослушаю чуть-чуть. Инфа 100%, он раньше не смотрел мои видео вообще. То есть, весь этот мысленный понос, это чистая импровизация. И в такие моменты хочется у него спросить, Флин, а тебе не стыдно вот вообще? Я заметил, что он мнит себя журналистом как бы. Берёт интервью на стримах и всё такое. Но у него ничего там не щёлкает, что типа, я так поступил, я вот это вот сделал, я солгал и всё такое. И вообще, может ли он после этого называться журналистом как таковым? И мой ответ, конечно же может. Более того, в России все такие журналисты, ну 99,9%. Так что в будущем, когда его канал перестанет приносить доход, он вполне может пойти на тот же пропагандонский Russia Today, будет лизать зад вождю за копейку и в целом его мечта будет исполнена. Ведь именно к этой цели он и идёт, я думаю. Ну, по поводу дикции, я думаю, не знаю, как бы нельзя сказать, что человек плохой, если он картавит, но просто зачем заниматься именно такой деятельностью, в которой требуется голос? Потому что я могу, и у таких как ты, я никогда не спрашивал своего мнения. Но это не главное. Самый смех, что в последнее время Флин пробился в конференции обер-маргинала. Ну да, молодец, все дела, это вполне неплохо. Но, знаете, есть такая загвоздка. Там есть такой человек, Ежи Сагмат. Я не в куксе его взгляд. Вот это выстрелил. Так, ну, начинается. Заказано так-то полностью, так что мы смотрим. Так что я всё-таки далёк от всей этой тусовки. Главное, чтобы он не был коммунистом, соответственно. Но, думаю, надеюсь, он нормальный человек. Ладно, суть не в этом. В общем, суть в том, что он, как бы это сказать, картавит. Такая маленькая особенность. Как вы думаете, Флин его поправил? Постоянно намекает, что ему нужно уйти из блогерской деятельности? А Флин в этом видео вообще, как бы, указывал на то, что випсикер картавит? Я что-то этого не заметил. Ладно, неважно. Дело в том, что, как бы, чувак, ты не только картавишь. То есть, ты вот, у тебя реально половина фонем русского языка выходит как рандомные, нахуй, звуки. То есть, у тебя Т и Д ретрофлексные, то есть, Т и Д. В русском языке нету таких звуков, они в языках Индии обычно содержатся. Ты картавишь? И там еще что-то было. Я не хочу с коменцом перепутать, который Ша не выговаривает. Как вы догадываетесь, нет. Ну, в общем, смотрите. Как вы догадываетесь, нет. Понимаете? По-русски не так произно... Он ель не выговаривает еще. Ну вот. ...сами. Понимаешь, что я делал, там с точки зрения триалектической логики Максима Доши... Спасибо, нахуй, объяснил. И этот отрезок, по моему мнению, идеально передает роль Флина в конференции. Такая, знаете, маленькая, тупенькая собачка, на фоне которой можно выглядеть умно. Конечно, он никому ничего не возражает. Да, Флинн постоянно сидит в конференции. Постоянно сидим, пиздим, блядь. Я, Сармат и Флинн Флайт Агарт. Это вообще секрет Сармата. Почему он выглядит умным? Он постоянно с Флинном стримит регулярно. Думаю, он даже боится, что его исключат. Но... Думаю, исключат. Но, в общем, очень подло и мерзко, что ты обратил внимание на мою особенность, но не обратил внимание на особенность Ежи Сармата. А знаешь почему? Ну, а ты посмотрел все, как бы, его упоминания Ежи Сармата? Может, обратил? Потому что ты боишься. Потому что ты не можешь вне стаи. Ты нашел себе новую стаю. Но ты всего лишь очередная пешка, очередной такой маленький-маленький пёсик, волчонок. Который, в принципе, никому не нужен, потому что он не личность, живот. Сармату... Сармат пиздец, как нужен Флинну Флайт Агарту. Сармат, который не набирает еще зрителей онлайн. У него аудитория 500 примерно человек. И Флинн Флайт Агарту, которого сколько, блядь, подписчиков на канале? Ладно, я, короче, я ебал разбираться здесь. Давайте просто слушать дальше. Потому что тут просто, тут реально, Витюня 2.0, короче. Все понимаю, конечно, но на самом деле аватарка его не врет. Он действительно животный. И вообще, есть такое мнение, что все те, кто ставят на авки животных, у них, как бы это сказать, прообладают подсознательно животные инстинкты. Ну, потому что не бывает таких совпадений. Ну, ладно, что-то мы отвлеклись. Двигаемся дальше. Прямо карталом. То есть, мог бы даже какого-нибудь другого человека попросить. А ты бы мог купить новое оборудование. И не насиловать мои и уши своих зрителей некачественным плохим звуком. Это... вообще. Так, по поводу видоса еще... Наверное, меня попросили бы дать комментарий... Так, 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 так... Секунду. Видео. На меня точат зуб ветераны нет сталкинга. Ну, вообще, такие видео я не понимаю. То есть, если ты делаешь канал, ориентированный на большую аудиторию, то есть, именно рассказываешь о каких-то трендовых, более-менее новостях, делать видео о каком-то, типа, то, что там на тебя лично, короче, доебываются какие-то люди из маленьких, скажем так, сообществ, и рассказывать... ну, то есть, снимать об этом целостное видео о том, что это, блядь, как рассказывать то, что, типа, делать видео «Я сегодня купил шоколадку, я Геннадий Горин из города Орла» или что-нибудь в этом духе, то есть... Ну, это, короче говоря, совершенно неуместно для канала с вот таким вот контентом. Извините, а для канала с 90-к подписчиками уместно нападать на новичка на ютубе? А, уместно, да? Ну, окей, спасибо, что проинформировали. То есть, если уж ты собрался обозревать тему нет сталкинга и о том, что ты как-то там посрался с какими-то людьми, то надо и побольше про нет сталкинг, и про причины конфликта, и как-то вот более ярко это преподнести так, чтобы это было интересно всем, а не только вот одному человеку. Так что, ну, короче, нет. Осуждаю, блядь! Я забыл, надо было скипнуть нахуй. Извините, я не сдержался, это было слишком идеально, но один мат можно. Ладно, в общем-то, всё, что я хотел сказать, я почти что сказал. Но ещё я скажу кое-что. Что-то такое с привкусом инсайдекства. Флинн очень плохо готовится к своим видео, он очень поверхностный человек. Так, мне доподлинно известно, что из надсталк-тусовки он, ну, буквально домогался человека с ником, начинающимся на латинскую букву A и заканчивающуюся на букву T. Так вот, он его настойчиво попросил вкратце рассказать... Латинскую, точно, не кириллическую букву A. ...устройство Deep Web, потому что ему... Не? Может, арамейскую, слушай? ...было внимание, лень читать Википедию. И на этой ноте хочется, знаете... Вот это анонс, блядь. У меня жопа вспотела, блядь, нахуй, от энтузиазма. Срочно хочу посмотреть видео, где... ...флинн флайтаггер домогался до латинской буквы A. Потому что ему было лень прочитать, блядь, Википедию. ...кончить, потому что, ну, всё, ну... A это артификс. Всё, я всё понял, блядь. Всё понятно, что тут ещё можно добавить? Но, возможно, вы задаётесь вопросом, а какая главная цель была у меня? Сразу скажу, не отписывайтесь от Флина, не ставьте ему дизлайки, не ставьте ему что-то ещё, не пишите гневные комменты. Просто лучше после этого видео сядьте и подумайте, на кого вы подписаны. А подписаны, я отвечу, прежде всего, вы на личность. И иногда эта личность может быть совсем-совсем неприятной. Лично мне жаль, что наше знакомство с Флином началось вот так вот. Негативно, скажем так. Но ничего не поделаешь. Его никто за язык не тянул, и он просто мог не повестись на эту глупую провокацию и не атаковать меня, как послушная собачка. В тот момент я... Ну всё, теперь ему пиздец, я так понимаю, да? Если я не ошибаюсь, у него было 90к подписчиков, у меня же 10. Внимание, 10, если не меньше. Просто вдумайтесь, маленький 10-тысячный канал пытаются потопить с помощью Флина. Человека с 90к подписчиками и он... Да, именно так. Его пытаются потопить именно специально. Сейчас этот канал, блядь, с 50 тысячами подписчиков пытаются потопить, блядь. Как бы вот мне денег занесли, чтобы я тебя обосрал, чувак. Так-то у тебя всё охуенно. Заебись контент. Обзор из картинок. Образца 2007 года. С дикцией у тебя всё охуительно. Просто 10 из 10. Жду ответного гудка теперь, блядь. Чё я могу сказать? С радостью в глазах принимает во всём этом участие. Действительно, поступок достойный. Последний, конченый, шестёрки. Хотя, на самом деле, я признателен. Да, признателен. Пожалуй, ни у кого на ютубе деятельность не начиналась так помпезно. Да, это рэп, он может. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Чё там рэп может, я не понял. Бонус. Так, мы открываем видео про синего кита и видим, в общем-то, мать Флина. Наверное, это она. Без сомнения, она красивая, замечательная, честная женщина. Но при чём тут она? И вообще, это что, единственный кадр во всём видео? Какой монтаж. Какой монтаж. Я хочу, братья, обмазываться им полностью, полностью. Чё это за хуйня была в конце, блядь? Я не это имею в виду, а вот перед этим, сцена после титров, блядь. Короче, я надеюсь, что этому чуваку лет мало просто. Потому что в противном случае это какой-то пиздец. Так, это мы посмотрели. Всё первое. Всё первое. Продолжение следует...